Чего только не встретишь в продаже на улицах Минска. Тут тебе и просрочка, и очки без диоптери почти в каждом подземном переходе, и заледневший антифриз вдоль МКАДа. Некоторые дельцы замахнулись на символ роскоши – черную икру. Продают прямо из багажника. Знакомьтесь, Вадим – тонкий стратег в сфере сомнительных сделок. Весной прошлого года он торговал самой дешевой черной икрой в стране. При рыночной цене 100-граммовой баночки в 350 рублей продавал точно такую же, но вдвое дешевле. Ценообразование здесь полностью зависит от способа ее получения. Она ворованная. Таскают, по его рассказам, прямо с завода. Килограммы осетровой икры выносят через проходную в обычных пластиковых пакетах. В принципе, это не наркотики, но все равно. Мы наткнулись на объявление по продаже в интернете. Позвонили, договорились о цене и встрече. Его черная икра и качественная, и свежая, и дешевая, и настоящая. К слову, на заводе нет проходной, а саму икру взвешивают до грамма. Вынести ее даже сотруднику предприятия невозможно. Далее интересуемся сроками. На банке нет ни сроков годности, ни пломбы, ни названия производителя. За 125 грамм икры отдаем 170 рублей. Оптом дешевле. Килограмм готового дать за 300 долларов. Два по 250. С вопросом, может ли черная икра стоит таких денег, отправляемся к Александру Новикову, президенту союза осетроводов. Может ли килограмм там стоить черной икры 300 долларов? Когда вы задаете такой вопрос, если вы говорите о рыночной цене, о цене рынка, например, то это сомнительно. Вряд ли кто-то будет продавать по такой цене на рынке. Тем более в розницу. Давайте разберемся в ценообразовании этого премиального продукта. Для того, чтобы самка осетра дала потомство, нужно 7-10 лет. Самцов столько не держат и отправляют на убой гораздо раньше. Должен же кто-то пополнять меню ресторанов. При среднем весе рыбы в 30 килограмм можно рассчитывать на 3 килограмма икры. Предвидеть, что случится с рыбхозом, бизнесом, страной за 10 лет не может никто. Все это время нужно не только платить зарплату сотрудникам, но и следить за здоровьем самой рыбы. Казахстан, Атырау, 2018 год. Вода Урала резко пришла в негодность и рыбхоз потерял 36 тысяч осетров. Это примерно 100 тонн рыбы. Убытки предприятию полтора миллиарда тенге или около 4 миллионов долларов по курсу на то время. Вот такие риски в этом бизнесе. Китайцы уже давно научились растить рыбу быстрее и жирнее. И у такой икры совсем другая цена. 230 долларов за кило. Это если говорить про легальные поставки. В случае контрабанды цена и вовсе опускается до 100 долларов за килограмм. Однако китайских брендов на рынке не встретишь. Всем нужна икра русского осетра. Поднебесный – хоть русского, хоть белорусского. Банки наштампуют любые. Еще один важный момент – осетр – рыба краснокнижная. Семейство находится на грани исчезновения. Просто так черная икра без нужных бумаг через границу перемещаться не должна, но все же перемещается. В России на сегодняшний день только легально было ввезено 18,5 тонн китайской икры. Только легально. Нелегально, думаю, что не меньшее количество, а то и большее. То есть я вам могу так сказать, что каждая третья, наверное, банка на сегодняшний день – это банк с китайской икрой. Расскажите, а как вообще контрабанда попадает на территорию Российской Федерации? Ой, ну вы знаете, это же очень просто. Вот у нас огромная граница с Китаем. Но, наверное, не мне вам рассказывать, как могут таможенники закрыть глаза на что-то с одной стороны, как можно замаскировать икру и провести ее, я не знаю, как любой другой продукт. Везут ее сюда просто тупо в чемоданах. То есть идет вот такая контрабанда, которая фактически опять набирает обороты и будет набирать обороты, если государство, в конце концов, не заставит тех, кто это должен, то законодательство, которое уже существует, применять в полном объеме. Как работает схема? Предприниматель контрабандным путем завозит китайской черной икры, перекладывает ее в банки и в десять раз дороже продает ее конечному потребителю. Маржинальность в этом деле измеряется тысячами процентов. Едем на завод, откуда эту икру якобы истощили. То, что у нас в руках альтернативный продукт, директор предприятия уверен на сто процентов. Бренд подделывали и раньше, но с такой наглостью здесь столкнулись впервые. Отличить подделку можно закипятив воду в чайник и опустив в нее икринки. Помутнели и побелели, это сворачивается белок. А раз он есть, значит и продукт натуральный. Икра искусственная, цвета не меняет. Мы ее и разрезали в поисках ядра, но увидели лишь месиво из непонятно чего. Время серьезного анализа. Позади меня находится институт генетики и цитологии. Сюда мы передали образцы черной икры, купленные с рук, чтобы узнать, есть там вообще ДНК осетра. Если в икре есть ген хоть одного из видов данного семейства, будь то белуги, калуги или стерляди, его обязательно найдут. Берется несколько икринок, образцу присваивается номер, а научные сотрудники начинают исследование. Спустая неделя протоколы исследований готовы. В заключении говорится о том, что в нашем образце ДНК осетра не обнаружено. Ну вот как-то так. Пока одни продают подделку и получают по шапке, другие спокойно из-под полы торгуют икрой непонятного происхождения на самом главном рынке столицы. В рыбном отделе комаровки красуются те же синие банки. И хоть завод уже несколько лет как не упускает такую тару, они продолжают стоять на витринах. Видел, что накладывают икру с контейнера, вот именно в такие синие баночки. У нас такой нет. Может у кого есть, но у моей фирмы этого нет. Это маркетинг. Это маркетинг. Внимательно следите за руками. Та же продавщица достает из-под прилавка контейнер с икрой и перекладывает его содержимое в такую же синюю баночку с точностью до грамм. Ее фирма привозит черную икру из России. Вот только есть нюансы. Но у нас не разрешено продавать икру лесовую, черную я имею в виду, никоим образом. Поэтому никогда, нигде этого никто не делает. Это законом запрещено. Они в любые банки распасовывают и подделывают. Какие угодно. Заходите в интернет, заказывайте, покупайте любую тару, а дальше что хотите, то и делайте. Документы какие-то ведь должны быть, нет? Да, документы все есть. Ветеринарные? Да, все это все есть. Покажете? Показать? Ага. Сейчас. Все. Этих самых бумаг должна быть целая пачка. Ветеринарные свидетельства, сертификаты происхождения товара, СИТЭС, накладные, протоколы испытаний. Спустя 3 минуты чего-то там приносят. Ну тут же икра лосось его, а я про ситровую спрашиваю. Про шурки? Да, да. Снова ищут, но ничего уже не находят. Мы сейчас начальство в офисе, а мы себе их нет, мы сейчас привезем, сказали. По документам хорошо. Сертификаты. Они очень жаль, ребят. Их нету или вы не хотите показывать? Все есть. Ветеринарные? Целая папка, вот они все. Но правда не в очень порядке, все на кладке. А чья икра? А? Чья икра? Спасибо большое за внимание. Общаться с вами. Хорошо, поищем еще тогда. Да, поищем. В тот день документов нам так никто и не показал. Внятные причины отказа тоже не назвали. Есть у них официально везенная российская черная икра. Как раз на случай проверок. Ведь на нее бумаги точно найдутся. Здесь же можно услышать про дикую икру. Это еще один нездоровый маркетинговый прием. Потому что если это правда, то сбытчика, как и браконьера, ждет уголовка. В чем отличие китайской икры от российской? Ну, вы знаете, внешне вы отличий не найдете никаких. Практически она будет так же выглядеть. Будет в тех же самых баночках упакована. А вот по качеству, когда мы будем разбираться, конечно, это, в общем-то, другой продукт. И отличается он в первую очередь от икры, которая производится в России. Во-первых, ее составом, который обусловлен тем кормом, которым кормят рыбу. Большинство компонентов, которые используются для таких кормов в Китае, это компоненты из генно-модифицированных составляющих. Ну, например, соевый шрот. Ну, шрот – это, собственно говоря, выжимки от сои. Вы знаете, что очень много на Востоке различных продуктов делают из сои. А вот отходы – это соевый шрот – используется, как правило, в кормах. Главное, наверное, дальше. Мы используем высококачественный рыбий жир в Востоку, поскольку без этого вы не получите в действительности тех полезных и нужных веществ, которые вы хотите видеть в икре. Китай решили упростить эту проблему, поэтому вместо рыбьего жира используются растительные жиры. Масло, да, как бы там растительное масло, которое также производится из генно-модифицированных различных растений. Хорошо, если даже такое масло попалось, а то часто они используют использованное масло, которое до этого используется в предприятиях общественного питания, ресторанах, кафе, которое собирается потом, не выбрасывается. Ну, и, соответственно, потом впадает корма вместо рыбьего жира. Третья составляющая, основная составляющая, самая, может быть, одна из самых дорогих также – это рыбная мука. Значит, у нас мы применяем рыбную муку самого тоже высокого качества, потому что осетр – это самая привередливая рыба в плане. Но китайцы тоже решили упростить это. И вместо, собственно говоря, рыбной муки используют муку мясо-костную от животных, которые выращиваются, и муку перьевую от птицы. Таким образом, как вы понимаете, корма получается в разы дешевле, а вот то, что потом получает как бы рыба, ну, соответственно, она получает совсем другие жиры, аминокислоты, которые в конечном итоге, так же, как и в мясе, будут отличаться от тех, которые у нас. Вот, собственно говоря, большая разница. И отсюда и стоимость разницы. Именно поэтому на сегодняшний день те, кто занимается, собственно говоря, фальсификатом и подделывают китайскую икру под русскую. Потому что, если бы люди знали, что перед ними китайская икра, они бы никогда не заплатили за нее такие деньги, которые сегодня платят за русскую. Икрой в нашей стране торгуют по каким-то своим правилам. Если фальсификат спокойно можно найти на центральном рынке столицы, то, что происходит за кольцевой, даже представить страшно. У всей этой истории есть и другой аспект. А ситровую икру рекомендуют принимать для восстановления организма после тяжелых болезней. В том числе и онкологии. Икра – это не только такой, знаете, статусный продукт, который на праздник и так далее. Вообще, это абсолютно такой живой продукт, в котором есть все необходимое для того, чтобы продолжалась жизнь, условно говоря. Поэтому, да, она действительно обладает очень многими важными свойствами. И попадая, собственно говоря, в наш организм, она запускает какие-то определенные, наверное, механизмы, я бы так сказал, которые дают как некий такой толчок иммунный организму для того, чтобы он правильно работал. Каково же будет удивление пациента, уплетающего ложку за ложкой такого премиального продукта и не видя абсолютно никакого результата, кроме одного – исхудавшего кошелька. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok